Приветствую вас, Александра, и вам не понравится мой ответ. Но прежде давайте разберем ваш текст. У меня есть друг. По его мнению, мы как друзья-любовники, хотя не с ним вместе. Так вот, у него отношения с одной женщиной как 7 лет. У нее ребенок с первого брака еще. Они расстались, но неопределенно она попускает, то опять зовет к себе. Так вот, из-за того, что я как бы была личным психологом для него и в реально трудные моменты поддерживала, мы стали ближе. Он все время говорит, ты мне очень нравишься, мне с тобой хорошо и спокойно. Так на ней было вообще, по сути, никогда. Я все время придерживаюсь границы дружбы и напоминаю ему, что... И напоминаю ему, но что он, я знаю, но ты мне нравишься и все, с этим не поспоришь. Почему он ведет себя так? Почему ревнует и все время хочет держать связь? Хотя говорит, типа, ну не знаю, это так происходит. Он признается, что влюбляется, но потом напоминает, что у него есть та, кто родная, якобы. Бесятся, когда я говорю, что мне вообще фиолетово ждет с ней, что я от него ничего не жду и не хочу даже. Бесятся, когда я говорю, что ему кажется со мной хорошо. А у вас есть проблемы с самооценкой и личными границами. У вас есть проблемы с честностью и искренностью. Ну, прежде всего, с самой собой. То есть, условно говоря, вы сами себя обманываете, а... значит, не говоря ему все как есть. Я думаю, что у вас есть к нему симпатия. Я думаю, что вы эту симпатию скрываете. И я думаю, что за счет того, что у вас есть трудности с самооценкой и личными границами, вы... так же... тяготеете к мужчине, который... в этом смысле... так же себя... воспринимает и так же себя... позиционирует. Я думаю, что ключевая проблема заключается в том, что вы пытаетесь его понять. Это, вообще говоря, прямое противоречие. Это вступает в прямое противоречие с тем, что вы говорите, что вам фиолетово. Если бы вам на самом деле было фиолетово, как вы говорите, то я думаю, я думаю, что вы бы не спрашивали нас о том, почему он ведет себя так, почему он ведет себя каким-либо образом. вот. То есть, я думаю, что вы бы сами давным-давно уже все бы для себя как-то выяснили, все бы для себя как-то поняли, и вопросов бы у вас больше вообще не возникало. А поскольку вопросы возникают, вот, что, в принципе, естественно, потому что у вас, ну, есть как бы чувства к человеку, вот, то вы здесь к большому моему сожалению очень сильно предаете себя. Вот. И, соответственно, вы вот именно к себе здесь относитесь, мягко говоря, не очень хорошо. то есть, именно себе здесь вы больше всего вредите, к сожалению. И это самая большая проблема. вы не можете быть психологом для человека, потому что вы не психолог. Вы не можете оказывать, как я думаю и полагаю. у меня есть новые аргументы на это. Такие, значит, вы не можете оказывать такую услугу человеку и при этом становиться ближе. Потому что если такая услуга оказывается, то человек держится на расстоянии. я думаю, что вы в этом смысле не очень внимательны к себе. То есть, я думаю, что вы ну забываете о себе. И чересчур поворачиваетесь на мужчину. Делая его в этом смысле центром своего внимания. Вот. Понятно, что человеку с вами удобно. Это понятно совершенно и совершенно это очевидно. Понятно, что не в его интересах что-либо менять. потому что зачем? Зачем? У него уже есть все, что нужно ему. Вот. И вот как-то так. Я думаю, что если с вашей стороны будут скорректированы вот эти вот аспекты, которые я озвучил, то вас просто перестанет волновать то, о чем вы спрашиваете. Вот. что касается расшифровки поведения вашего друга, да, то психолог не может этим заниматься, это нарушение профессиональной этики. Надеюсь на ваше понимание и надеюсь, что вы отнесетесь к этому с пониманием. Вот. Удачи вам, всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу и позволит вам начать на собой работу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!